На финальной стадии 15 ноября в Большом Грызлове и поселке Большевик завершится капитальный ремонт крыш. Контроль главы Серпуховского района за качеством выполнения работ принес результаты. Количество задействованных на ремонте бригад увеличилось и, как заверяют строители, основные работы до снегопадов завершатся. Подробности в нашем репортаже. На крыше 24-го дома в Большом Грызлове убирают последствия работы горе-ремонтников. Мягкую кровлю здесь постелили с нарушениями. Руководители район-администрации и муниципальные управляющие компании потребовали от подрядчика устранить недостатки и провести уже качественный ремонт. Подрядчики фонда капитального ремонта приступили к работам по восстановлению кровель. В данном случае Большое Грызлово, два объекта, многоквартирные дома 24 и 8, работы начаты. С завтрашнего дня подрядчик начинает работы в поселке Большевик, Ленина, дом 14. С подрядчиками в Серпуховском районе последние несколько лет не везет. Опыта мало, а объектов набирают много. В итоге качество работ оставляет желать лучшего. Об этом в очередной раз представителям подрядчика говорит Евгений Марочкин, заместитель директора муниципальной управляющей компании. Ни одного сантиметра залить, и вы не делали подготовки. Да нет, у нас все делали. Я гарантирую. Как следы заложены, так и сделаны. Воронки водоприемные, хоть одно заменили? Вопросов к подрядчикам и субподрядчикам больше, чем ответов. Вместо реальных дел пока только обещание исправить недостатки в кратчайшие сроки. Вот и сегодня, после очередного осмотра крыш двух домов в Большом Грызлове, бригадир снова называет день завершения работ. Только этим обещанием доверия уже нет. Ни у руководителей жилищно-коммунального хозяйства Серпуховского района, ни у главы муниципалитета, ни у самих жителей. Завтра в связи с чрезвычайной ситуацией с домами в Большом Грызлове и поселке Большевик состоится экстренное совещание. В этот раз в нем примет участие генеральный директор компании подрядчика. Разговор пойдет о конкретных шагах по выходу из критического положения и возмещению ущерба пострадавшим от непрофессионализма работников. У нас малолетние дети, из крыши капает, течет, вот эта вся вода течет реально в квартире.